всем привет сегодня снимаю вторую часть я не знаю когда вы ее увидите но первую часть я снимала вчера был не очень съемочный день так я не смогла снять полное видео только первую часть бывают такие дни но все-таки выпустила эту часть потому что знаю что многие мои подписчики мои друзья орхидейные ждут воскресенье видео и я не хотела пропустить очередное воскресенье вот начинаю с этого видеокалкара которого я вчера бессовестно обзывала макодесом вот такой замечательный пенек у меня растет цветет сейчас и вижу вот новые бубочки начинают тоже расти хотя я вижу такое что это в первый раз обычно все цветы распускаются одновременно цветение недолго интересно сколько будет в этот раз замечательный пенечек вот с правой стороны я вырвала кусок который пошел в мою орхидейную тарелочку и теперь он не такой симметричный но все равно прекрасный тоже одна из моих любимейших хидей и почему конечно потому что она у меня хорошо себя чувствует разрастается и я могу похвастаться такой красотой у меня на этой неделе было два вопроса я быстренько сейчас на них отвечу а потом посмотрим на красоту 30 лохочи вот она цветает это те самые цветочки которые мы наблюдали две недели назад она тоже отцветала обычно у меня за четыре дня а теперь вот чем старше взрослее растения именно вот типа я так понимаю мазды вали тем дольше цветение условия и содержание прохладные и будет ли она расти в орхидариуме это все зависит от условий что могу сказать для меня она совсем не капризная но знаю что это не так надо совпасть с ее требованиями и мои условия идеально и подходят да не вижу я новых цветоносов наверно уже все это или четвертая или пятая волна цветения но цветет она уже третий месяц надо пробовать только путем проб и ошибок например в моих условиях есть некоторые холодники но по которые просто не идут понять не могу жду когда будет какой-то перелом мои условия это высокая влажность и днем и летом и холодной температуры не выше 25 конечно бывает лето очень высокие температуры там несколько дней но в принципе в общем у меня режим летом от 13 до 22 23 а зимой от 10 до 16 вот таких условиях живет всегда мокрая по моему я про нее много раз рассказывала и второй вопрос был по поводу мазды вали и вот это именно выбило меня из кали потому что у меня было замечательное видео и к сожалению оказалось что я его удалила и я искала его везде и в телефоне и в компьютере и в программе видео монтажа ну нигде его нет к сожалению открылась вот это окно от резкого порыва воздуха ангреку упал на эту мазды валю которая здесь уже стояла цвела это было где-то около месяца назад и она упала и разбилась и были видно шикарные корни посадка и я сняла это видео чтобы показать корни в глиняных горшках но к сожалению да все есть кроме этого видео который в конце концов мне понадобилось вопрос стоял в чем я их сажаю как видите кора сейчас мы посмотрим другие мои мазды валя но по-моему ни у кого нет мха везде здесь кора сверху мох и внутри церамис архи а то и корни папоротника ну такой вот микс более влагоемкие чем котлеи но не мог тут можно увидеть мог но это только так как бы нам тут не завалить только сверху тут видно что кажется что есть мух но нет там кора не знаю там уже просто заросло снизу все тут подсыпалась кто у нас тут еще из мазды вали а вот это насколько я помню а вот видно церамис внизу ой не церамиса керамзит и там вот кусочки коры на сверху помоги до сантиметра два хороший слой мха так то у нас тут еще из мазды вали вот такая мазды вали она у меня была посажена в горшок там была кора и я вот сегодня ее обложу мхом тут вот немножко мха ну это как бы на блоке мы сдавали а тут вообще можно сказать ничего и нет да пойдем вниз как раз хотела показать вам мои целлогины креста ты и что у нас тут из мазды валий сейчас берем эту красавицу а здесь как видите тоже кора и довольно крупная и здесь тоже кора у этой мы сдавали там тоже кора тут даже сверху нет мха да и у этой также а то вообще посадка танюшина это таня мы сдавали там по моему было очень много корней папоротника вот кажется мы пробежали не так много у меня мы сдавали а хотела вам показать как-то залезть вниз ну вот я и залезла мои креста ты это креста ты на целлогины креста ты это обыкновенная а это альба пока искала я видео на разбитого горшка мы сдавали я нашла посмотрите вот такая фотография как выглядела это креста то не знаю как ее фото попала в кадр вот такая вот она у меня огромная рассчитываю на большое цветение потому что расти то она у меня растет а вот цветением она меня не сильно балует в этом году видите у нее есть такое такое свойство давать не маленькие такие бульбочки и их очень много в этом году я их просто удаляла много много где-то около 15 молодых ростов я удалила потому что хотела чтобы те которые уже есть они выросли я вижу что есть тут небольшие цветоносы где-то я вот вижу вот например один но не так чтобы много но зато здесь глаз конечно радуется это креста то альба привезла я ее из дрездена вот сохранилась у меня видео как она выглядела обратите внимание какие были высохшие старые бульбы выросшие в теплице так и вот это уже новые бульбочки у меня а вот так выглядят старые они все налились посмотрите какая красота и тут столько у нас цвета носа я не думаю что это новые росты потому что они очень похожи но как бы сейчас не сезон я сумела как-то скрутить ее в этот горшок конечно креста то альба имеет очень длинный шаг не знаю как мы будем дальше с ней жить вот такая вот она большая и огромная и еще что я увидела это очень интересно я еще туда не залазила первый раз вот это с вами как-то я получила одна дота капелла вот этот цимбидиум и тут у нас что-то растет и мне кажется что это цветонос первый получила я его вот с одной такой вот бульбочкой с вот этой бульбочкой и там было два маленьких ростика и вот они уже выросли очень просится это орхидея на пересадку у меня два все три можно сказать цимбидиума надо пересаживать ну вот посмотрим так вот что это цветение кто это это природный цимбидиум таким названием так не хотелось маленький декоративный цимбидиум но он вырастает довольно таких средних размеров ну я пальчики крестиком надеюсь что это все-таки не рост так давайте поставим все на место я хотела вам сделать видео потом пришла думаю пока муж меняет воду в аквариуме пока вода теплая чтобы полить потом увлеклась поиском этого видео которое так и не нашла и потом и вода остыла думай так и видео не снимаю и цветы не поливают вот все тут на месте у нас посмотрим что с этим цимбидиумом все еще до сих пор он не зацвел но видно кажется что это все-таки этот гибридный цимбидиум опять я забыла найти его имя какой-то желтый то ли петух то ли павлин к это ли птичка какая-то ну вот еще пока что он не цветет так кажется я ответила на вопросы единственное что вот только сейчас вспомнил мне просили название так сейчас я завалю ничего себе я не могу вытащить этикетку а ведь только месяц назад я ее вставила кстати разбился горшок я вставила такой же самый я не могу вытащить вот вытащила название вот такое и покупала вакерны до сих пор есть цена недорогая фантастическая орхидея очень долго цветет очень красивая мне очень очень сильно нравится кстати вот мы прошлись по всем орхидеям и мы сдавали им их у меня действительно не так много кстати когда я заносила все орхидеи когда-то я сделаю видео ну да их действительно стало много у меня есть на десктопе видео которое только-только еще теплица была построена поставлена и как мало было растений вот так вот посмотришь ну как-то ну много да но это не поражает смысла когда вы видите разницу с тем что было а так о чем я я конечно переживала как я и всех замещу в эту теплицу но оказывается посмотрите там еще он есть место для трех мы сдавали так что не все так плохо это вселяет оптимизм так на вопросы я ответила есть еще вот такая вода гибридные мы сдавали а тут сверху мог знаете не могу понять может тут снизу тоже мог у меня был или это уже просто старые корни но тут кора тут чувствуется шукара я помню что там была кора как видите у меня есть воздавали и в пластиковых оршках и в глиняных оршках имеет значение кто где как живет вот радости кто смотрите за один день уже начинает распускать цветочки они кажутся беленькие и она на самом деле они такие легкозеленые вот и как говорится не прошло и три года как я поняла как зимой снимать видео сейчас я вам покажу вот вот так вот надо зиму снимать видео дожидаться когда будет более менее светлый день потому что вчера как раз я и не успела снять потемнела выключается свет и тогда все краски видно кто это это все тот же джордж кинг которого мы наблюдаем уже больше месяца прекрасный цветок прекрасное растение и пахнет теперь уже такими настоящими розами такими прям серьезными я помню первый первый аромат был я уже даже не помню какой потом помню был пионами а потом перешел он такие довольно такой тяжелый розовый аромат и вот такая вот замечательная прелесть у меня распустилась эта орхидея имеет свою историю и я так рада что у меня остались задние бульбы я получила ее от нардота уже не помню в каком году и она зацвела и в нем была открытая колонка но здесь тоже она не сильно прикрыта но все равно это как бы одно целое а там была и колонка отдельная губа отдельно и мне просто не нравилось я разделила эту орхидею получилось три великолепные деленки с новыми ростами а задние бульбы я оставила себе такие неказистые эти задние бульбы заказала себе другой экземпляр пришел гораздо меньше моложе видите задние бульбы и листья такие желтоватые так вот тот экземпляр до сих пор еще растет непонятно как не цветет хотя он был такой вот ну ровненькие ножки у этого экземпляра был такой раскидистый огромный но что говорить если получилось аж целых три деленки но я и очень рада что у меня остались эти задние бульбы посмотрите какой красивый цветок надеюсь следующем году уже будет более больше цветков очень мне нравится форма такие широкие лепестки горизонтально смотрящие для переним у меня в моих условиях они почему-то все вот такие вот вертикальные смотрят вверх это прям ну красавица вы можете сравнить в этом кусочке с моей которая цвела обычная она уже цвела и вот этот цветок это сказка эта песня конечно опять же я не рассчитываю бурное цветение моих котлей потому что условия но жесткие но то что есть я этому рад и целогина целогина вот такая вот красивая тоже мы за ее наблюдаем уже около месяца если не больше и запах вот эти когда говорят что запах дорогих у духов меня немножко это улыбало ну потому что духов такое огромное количество как можно определить они дорогие они дорогие а это действительно очень такой такой запах сложный и прекрасный просто вот редки мне очень нравится как пахнет джордж кинг прям такими цветочными ароматами но тут очень очень сложный запах и очень приятный действительно как подходишь запах дорогих духов но носик надо вставить конечно в цветочек вот смотрю уже опять опять минутки уже накрутила а по сути дела столько еще хотела показать уситана вот у меня надо убрать душевую шинку скоро засветает ведь мы еще много чего не увидели ну что пойдем на третью часть ханда видно а сейчас пока пока